Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Здравствуйте, у микрофона Ольга Балезина, напротив меня наш постоянный эксперт Сергей Копанев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Добрый день. В программе «Что делать, если» мы рассказываем о ситуациях, в которые не хотели бы попадать, но случается, и что с этим делать, чтобы мы были готовы и не боялись каким-то образом себя выручать. Сегодня мы говорим о ремонте. Ремонт сам по себе уже для многих чрезвычайная ситуация, даже когда еще ничего не случилось. Прекрасно понимаем фразу про то, что его можно только закончить. Приостановить. Ну, либо приостановить, да, вечный процесс. Но бывают и ситуации, когда и с ремонтом беда. Подводят бригады, отваливаются, расходятся обои, еще что-то. Вот что чаще всего в вашей практике бывает? Да все, что угодно бывает. Значит, в первую очередь люди обращаются к нам уже по факту, когда у них что-то случилось, что-то произошло. То есть они обнаружили некачественно выполненные работы в той или иной степени. Где-то отвалились обои, где-то сделали неровные стены, где-то неправильно или некачественно уложили плитку. Вот в таких ситуациях нам приходится выезжать и проверять качество выполненных работ. А как получается так, что нужен какой-то эксперт? Ведь вроде бы мы прием работ осуществляем, когда заканчивает якобы бригада работать у нас. Ну, на самом деле, значит, с ремонтом все достаточно несложно. И действительно можно самому принять выполненные работы, если ты разбираешься, хоть немного разбираешься в строительстве, потому что, значит, все требования к качеству работ по отделке помещений, они на самом деле прописаны в нормативных документах. Найти эти нормативные документы несложно. Главное, чтобы это пришло в голову, обычно же мы об этом не думаем совершенно. Обычно, да. Обычно простой человек никогда не задумывается о том, есть какие-то нормативы, для чего они нужны. Просто, значит, видит качество выполненных работ, и оно либо ему нравится, его все устраивает, либо не нравится. И тогда он обращается, ну, наверное, к специалистам. А какие есть нормативы прописанные, чтобы мы знали, что можно еще посмотреть какую-то документацию по этому поводу? Раньше нормативы назывались строительные нормы, и правила сейчас они переименованы и называются своды правил. А что там? Их достаточно много. Все? Там очень много нормативов. Ну, значит, одним из основных, наверное, нормативных документов, которые необходимо посмотреть, это свод правил отделочные и изоляционные материалы. И что там написано? Про ламинат, про линолеум, обои. Про обои, про ламинат, про плитку. То есть все нормативы, согласно которым должны проводиться работы по укладке или монтажу этих покрытий, они там прописаны. А также там прописаны и методы их контроля. То есть каким образом их можно проконтролировать. А давайте какой-нибудь пример, если вспомните, про контроль за укладкой, не знаю, там, ламината. Как проверить? Ну, допустим, давайте возьмем тогда плитку. Да, давайте плитку. Возьмем керамическую плитку. На стену, которую? Да, можно на стену и можно на пол. Разница, в принципе, невелика. Хотя по стенам норматив, наверное, даже посерьезнее. И отклонение, значит, в горизонтале или вертикале, то есть неровность поверхности, по стене должна составлять не более двух миллиметров. По укладке напольной плитке допускается отклонение в пределах четырех миллиметров. Мы это заметить можем сами. Мы это заметить можем сами, если не визуально, то приложив двухметровую рейку на контролируемую поверхность. И увидев просвет в каком-либо месте под рейкой и поверхностью стены, либо пола, мы можем определить качественно соответствовать нормативу или не соответствовать нормативу выполненной работы. То есть это, на самом деле, большая работа принять ремонт после того, как его завершили? На самом деле это не настолько сложно. Если знать все нормативы, то, в принципе, достаточно опытный специалист сделает это очень быстро. То есть лучше кого-нибудь вызвать, чтобы потом не было каких-то спорных историй? В принципе, да, услуга по принятию выполненных работ, она существует. Она вполне себе имеет место быть и стоит она дешевле, чем сама по себе экспертиза. Поэтому я думаю, что вполне можно ей пользоваться. А что оценит эксперт, когда придет принимать ремонт? А эксперты для того и приглашают, чтобы он принял качество выполненных работ. То есть по тем работам, которые выполнялись. Либо этапов выполняемых работ. Если, допустим, предыдущие работы скрываются последующими, то можно поэтапно принимать выполненные работы. То есть, допустим, штукатурим стены, потом наносим шпаклевку, потом уже клеим обои, либо наносим окрасочный слой. А насколько это сложная процедура принимать работы с экспертом? Много времени занимает? Да и нет. В принципе, любой осмотр, наверное, по выполненным работам, по ремонту, по внутренней отделке квартиры в среднем занимает от часа до полутора времени. И какой вердикт чаще всего вносят эксперты? А бывает по-разному. Бывает, что на самом деле работы выполняются достаточно качественно, и все отклонения находятся в пределах нормы. А бывает, ну, как попадет, конечно, если бригада не обладает какими-то навыками, то тогда бывают очень интересные результаты. А как Вы вообще оцениваете по ощущениям у нас на рынке проведение ремонтов в квартирах? Да, мы про квартиры чаще говорим. Насколько профессиональные люди работают? Как часто приходится сталкиваться, не знаю, с теми, кого криворуким называют? Ну, кстати, вот за последний год, наверное, количество обращений по некачественно выполненным работам, по ремонту, оно, наверное, уменьшилось. То есть это говорит либо о снижении рынка выполнения работ по ремонту, либо о повышении качества выполняемых работ. А вот начнем давайте по порядку. О чем нам нужно подумать, прежде чем вызывать бригаду, покупать материалы, чтобы себя застраховать? Вот я имею в виду какой-то договор или какое-то прописывание прям четкое-четкое-четкое того, что мы хотим получить в результате? Чем четче прописаны пожелания заказчика по поводу последующего выполнения работ, тем на более качественный результат можно рассчитывать в дальнейшем. Договор. Да, я считаю, что в любом случае стоит заключать договор, даже если мы приглашаем физическое лицо или индивидуального предпринимателя, потому что это, наверное, будет какой-то гарантией в том плане, что в дальнейшем, если возникнут какие-то претензии взаимные, можно будет их предъявить. В том числе и для подрядчика, который будет выполнять работы, это будет гарантией того, что данные работы впоследствии будут оплачены. А договор каким образом с физическим лицом составляется? Чаще всего действительно приходит по знакомству рекомендованный. Ну, вроде у нас неплохо плитку положил, сможет. А он говорит, я еще кроме плитки вам проводку поменять могу. Мы радостные, конечно же, на все это соглашаемся. А вот это просто человек. Я не знаю, у него нет ни П, ни, там, может быть, образования. Вот что должно быть в этом договоре? Что должно быть прописано в договоре? Значит, в первую очередь в договоре должна быть контактная информация, должны быть прописаны стороны. Далее указан предмет договора, какие именно работы выполняются лицом. Ну, и обязательно необходимо указать, что все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов. Если этого не указать, ну, бывают случаи, что, значит, впоследствии даже в суде бывает достаточно сложно доказать, что они должны были выполняться именно в соответствии с требованиями нормативных документов, а не по каким-то иным нормативам, которые может придумать сам подрядчик. Угу. Получается, что документы есть, но они не в 100% случаев работают, вот эти вот нормативы, да? Вот совсем недавно, значит, столкнулся с ситуацией. Вот знакомого юриста получил информацию о том, что был заключен договор заказчика с подрядчиком, в качестве подрядчика было физическое лицо. В данном случае суд занял позицию такую, что физическое лицо, не являясь специализированной организацией, не может знать о том, какие именно требования должны применяться к выполняемым работам. Честно говоря, ну, для меня это не совсем нормально и выходит за рамки, ну, какого-то обычного восприятия, потому что если, значит, подрядчик берется за выполняемую работу, он должен четко понимать, какие требования предъявляются именно к выполнению данных работ. То есть, раз прецеденты такие есть, когда защищают подрядчика, лучше договор с ним составить? Да, в договоре необходимо четко прописать, что качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов. А каким образом сделать этот документ юридически значимым? Он в любом случае будет юридически значимым. Имея две подписи. Да, да, если договор подписан сторонами, он автоматически становится юридически значимым для каждой из сторон. И если у нас есть дизайн-проект какой-то, тоже можно прописать, наверное, да, что должен результат соответствовать дизайн-проекту и вот требованиям этим, да? Ну, конечно, безусловно, да. Если есть какой-то проект, то в любом случае в соответствии выполненных работ необходимо прописать еще и данные проектные документации, будь это дизайн-проект или какой-то иной проект. А что помимо договора может быть нашей какой-то защитой на случай конфликтных ситуаций? Или это вот самое главное, да? Я считаю, что договора вполне достаточно для какой-то юридической защиты в данном случае. Даже отсутствие договора, в принципе, не является основанием для того, чтобы невозможно было предъявить какие-то взаимные претензии сторонам друг к другу. Тут даже свидетельских показаний бывает достаточно, что да, действительно, этот человек выполнял данные работы, выполнил их вот в таком-то объеме, ну, и качество проверили и пришли к тому, что оно в какой-то мере не соответствует. Поэтому, ну, вот у нас есть претензии либо переделать, либо возместить стоимость устранения недостатков. А вы вот как бы рекомендовали людей выбирать, которых мы приглашаем к себе домой, по знакомству лучше всего или в какую-то специализированную организацию обратиться? Давайте я, наверное, сошлюсь тогда на личный опыт. Я предпочитаю приглашать людей для выполнения каких-то работ, ну, ориентируясь на рекомендации других специалистов, скажем так, либо других людей, которые уже пользовались данными услугами и могут либо порекомендовать, либо не порекомендовать, описать, как происходило выполнение работ, какие материалы применялись, как быстро все происходило, ну, и насколько качество соответствует, вот, и где еще можно посмотреть результаты этих выполненных работ. То есть, ну, в большинстве случаев подрядные организации работают там не в одном месте. Рынок ремонтных и строительных работ у нас достаточно большой, поэтому результаты выполненных работ действительно можно где-то посмотреть в различных местах, где-то в открытом доступе, где-то кому-то позвонить, договориться, прийти, просто посмотреть, люди вполне себе адекватные и нормально сейчас воспринимают все это. Поэтому действительно можно убедиться, хорошо этот человек выполнял работы, либо недостаточно. И тогда уже, ну, наверное, каким-то образом встретиться, договориться, обсудить, подписать договор и приступить к выполнению работы. А бывает такое, что неправильно нас понимают, ну, вот, у нас же часто не бывает вообще какой-то идеи, да, что мы хотим сделать дома. Ну, там, выровняйте стены, вот вам обои, надо приклеить, сверху плинтус, там, я не знаю, или коробку для двери. И каждый понимает это по-своему. Как вот от таких вот случаев застраховаться? То есть я хотел одно, плохо описал или плохо поняли, и результат совершенно иной. Никак в данном случае не застраховаться, потому что заказчик четко должен представлять, что он хочет увидеть в конце. Какой должен быть результат работы. Если у него, у самого нет четкого понимания, то, по большому счету, и результат может быть таким. Очень часто такое происходит из-за взаимонепонимания заказчика и подрядчика, ну, получаются конфликтные ситуации. Как они чаще всего разрешаются? Как они разрешаются? Ну, опять же, с привлечением специалистов. И зачастую в данном случае подрядчик-то ни в чем не виноват. И работы-то выполнены качественно. И придраться-то, по большому счету, ни к чему. А заказчику не нравится там либо цвет, либо размер, либо, я не знаю, да все что угодно. Это его больше получается ответственность, то, что он там вовремя не проконтролировал, плохо желал. Ответственность ложится на заказчика, потому что он четко должен поставить задачу и указать, что он хочет получить. Для этого составляется техническое задание, как приложение к договору. То есть, вот, значит, на самом деле все очень просто. Берем какую-то квартиру, пусть однокомнатную, да. В квартире есть прихожая, одна комната, кухня, туалет и ванная комната. Так вот, по каждому помещению четко прописываем, какая у нас будет отделка. Потолок такой-то, стены такие-то, пол такой-то, двери деревянные, либо какие-то другие, там, пластиковые или МДФ, или что-то еще. Если меняем окна, то, опять же, на какие именно. И так по каждому помещению. Ничего сложного на самом деле нет. Ну и еще, значит, необходимо, опять же, указывать, какие именно будут обои на стенах, их цвет, фактура и все остальное. То есть, надо предварительно вообще понять, что существует. К ремонту нужно готовиться. Нельзя начать ремонт без подготовки. Как мы это чаще всего на самом деле делаем. А давайте возьмем ситуацию, когда вот мы недовольны тем, что нам сотворили приглашенные ремонтные бригады или один человек, но договора у нас с ним нет. Что мы можем с ним поделать? А чем недовольны? Результатом выполненных работ не устраивает качество? Ну, допустим, да, явно. Ну, опять же, пример из жизни. Теперь уже от моих знакомых. Выравнивали стены. Они вроде бы ровные. Визуально там нет никаких бугров. Но сверху стена на 5 сантиметров больше торчит. То есть, под ней можно как, не знаю, от дождя прятаться. Такой козырек получился. Вот что делать? Ну, в данном случае, даже если не на договору, я еще раз повторяюсь, кто-то видел, что какие-то люди приходили и выполняли работы, кто-то все равно знает, что какие-то взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком в любом случае были. То есть, факт этот отрицать, я думаю, что никто не будет. Поэтому здесь в данном случае начинать нужно, опять же, с взаимных претензий. Если заказчик недоволен качеством выполненных работ, он пишет претензию подрядчику. К Клавдии Петровне. Ну и что? Пусть даже Клавдии Петровне пишет в письменном виде письмо, излагая свои требования с просьбой либо восстановить все, как оно должно быть, либо компенсировать устранение недостатков. Вот за этим нам нужно обязательно осведомиться, куда документацию присылать. То есть просто я звоню по номеру телефона, и ко мне приезжает человек, этого мало. Ну, конечно, да, этого мало. Необходимо знать, наверное, еще и домашний адрес. Или адрес какого-то присутствия, где данный человек обычно появляется. А в суд можно в такой ситуации пойти, если договориться не получилось, но договора нет? Да, в суд можно пойти в такой ситуации, если договориться не получилось. Но опять же я повторяю, это физлица. И вот в связи с последней информацией, полученной от юристов, очень интересная позиция суда. Я пока не знаю, чем закончилось дело, потому что это было не так давно. А то, что есть судебные дела между физическими лицами, да, это однозначно. Можно еще в обратную сторону давить, посмотреть. То есть заговоры должны теоретически быть и заинтересованы, как вы уже сказали, подрядчики, потому что это и их защита тоже от каких-то необоснованных претензий. Да, безусловно. А чаще всего, как бывает, вот вам известны случаи, что там предлагают договор, а человек отказывается или там, ну, все не против? Бывают случаи, да, когда предлагают договор заключить, но человек по каким-то причинам отказывается. Я думаю, что в данном случае должно насторожить. И, наверное, если подрядчик отказывается от подписания договора, ну, наверное, нужно поискать другого подрядчика. Простите. Вы сказали, что принимать работы можно позвать стороннего человека, эксперта-специалиста. А в каких случаях нам после ремонта полноценная экспертиза нужна? Прямо вот с проверкой, составлением актов, документацией? Ну, тут необходимо определиться вообще, для чего она нужна. В каких случаях? Чтобы подтвердить, либо опровергнуть, значит, качественно, либо некачественно выполненные работы. Мы, значит, выезжаем и по просьбе заказчиков на такие мероприятия, и по просьбе подрядчиков. То есть, я говорю, претензии, они бывают взаимные и со стороны заказчика, и со стороны подрядчика. То есть, подрядчик считает, что все работы выполнены качественно, а заказчик говорит, что нет, меня вот это не устраивает. И в данном случае, ну, спор их решить может только специалист. Поэтому та или иная сторона обращается к специалистам. Ну, а специалист вплоть до 2 мм отклонения ровности пола, да, может выявить? Ну, специалист, он приезжает не просто с голыми руками, он приводит с собой инструмент. И уже с использованием инструмента, конечно, он по методикам, опять же, которые прописаны в нормативных документах, проверяет качество выполненных работ. То есть, в принципе, если подготовиться, ремонт не такая уж и сложная вещь, хотя всегда эмоциональный фактор, он остаётся, мы ничего не можем с этим поделать, с тем, что это долгосрочный процесс чаще всего, стоит денег, но хотелось бы, чтобы тогда уже это заканчивалось хорошим результатом, и чтобы ничего не приходилось переделывать. Ну, конечно. Сергей Копанев нам сегодня рассказывал о том, как быть с некачественным ремонтом, и как сделать так, чтобы он был качественным, и чтобы мы ударили по рукам с нашими подрядчиками, и все ушли удовлетворёнными. Программа «Что делать, если?» Слушайте на 101.fm, смотрите на ehkirova.ru. У нас там уже целая подборка собирается, и про наводнение, и про ДТП. Рассказываем, что делать, если это случилось в вашей жизни. Спасибо, Сергей. Это был руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Спасибо вам. До свидания. Что делать, если... Что делать, если...